Итак, следующий кот. Представьте себе большого, очень пушистого, рыжего кота с ярко-зелеными глазами. В свои 9 лет он выглядел как кот-подросток, и рука каждого автоматически тянулась погладить его шерсть. В этот день он решил расширить зону своей прогулки, и, перепрыгнув через забор жилого комплекса, сразу наткнулся на соседских собак, которые вышли погулять. И собакам его погладить явно не хотелось. Они с задорным лаем принялись загонять его на деревья. Не очень ловкий в силу своего возраста кот, попробовал спастись на деревьях, но потерпел неудачу и сбежал. А я осталась стоять там и думать о том, что мы совсем недавно переехали, и, вероятно, он никогда не найдет дорогу назад. И о том, что ему очень страшно и одиноко прямо сейчас. Поборов первое цепенение, я схватила кофту и побежала кота спасать. Через час безуспешных поисков я позвонила мужу и сообщила, что кота надо объявлять в розыск. Именно так началось утро того дня, который изменил всю мою жизнь. Когда приехал муж, я уже забыла про кота, мы собрали вещи и быстро поехали в роддом. В тот день родился мой второй ребенок, мой сын Родион. Родион был таким же, как все малыши, ровно две недели, а потом он вдруг внезапно перестал спать по ночам. И когда я говорю, что он перестал спать, я имею в виду, он не спал ни одной минуточки. Понятно, что прожив несколько недель в таком режиме, каждый член семьи научился спать в тот момент, пока чистишь зубы или ждешь гренку из тостера. Наши нервы были оголены и очень чувствительны. И единственное, что мне действительно тогда очень хотелось, это чтобы вдруг нашлась какая-нибудь волшебная таблетка, и все бы изменилось. А точнее мне хотелось, чтобы кто-нибудь пришел, спас меня, нашел за меня эту таблетку, потому что у меня сил уже больше не было. И тогда я впервые задумалась о том, что же такое помощь ближнему. Как мне помогают близкие люди сейчас, как бы я хотела, чтобы они мне помогали, как я сама помогаю людям. Мы с мужем получали каждый день большое количество звонков от близких нам людей с вопросом, как сегодня прошла ваша ночь, ну и, конечно, с советами, что бы мы должны еще попробовать. И мы, правда, честно пробовали все-все поначалу. Но поверьте, не спать несколько месяцев по ночам совсем — это недобровольный выбор. И мы к тому моменту перепробовали уже абсолютно все. И вот время шло, и звонки начали раздражать. Мы понимали, что друзья сейчас находятся по другую сторону реальности, где и мы были когда-то, и правда верят в то, что все-все можно изменить самим. С другой стороны, мы понимали, что чем больше недель проходит, тем резче мы отвечаем на звонки, и мы сами отталкиваем от себя очень близких и важных для нас людей, говоря, что в помощи мы не нуждаемся. Шло время, и звонков стало значительно меньше. Наша семья стала от этого жить намного комфортнее и спокойнее. Но мы на долгое время потеряли радость общения с близкими людьми, а они так и не поняли, почему их помощь раздражает. И именно тогда вопрос о том, как же правильно помогать и заботиться, очень крепко осел в моей голове. А ответ стал вырисовываться по мере взросления Родиона. Родион — необычный ребенок. Родион — ребенок с особыми потребностями. Он родился раньше срока, очень маленький, крохотный, смешной. Только представьте, самый маленький памперс доходил ему почти до подбородка. У него не успела до конца сформироваться нервная система, и именно поэтому он не спал по ночам. А еще у Родиона дефицит внимания, атипичный аутизм. И это далеко не полный список из его медицинской карты, и он постоянно пополняется. Только через два года после его рождения мы узнали, что он родился со зрением плюс 12 с половиной. Каждый год в нашем доме случалось маленькое чудо. Родион прибавлял к своему ночному сну один час. Однажды мы спали уже 4 часа подряд за ночь и высыпались. Ну, во всяком случае, нам тогда искренне так казалось. Сейчас Родиону 10 лет, и он может проспать 10 часов подряд. И это наша победа. А еще мы узнаем каждый год о нем что-нибудь новое, и от этого еще больше гордимся им. Потому что, несмотря на то, что он выглядит как обычный совершенно малыш, у него очень много ограничений, но он умеет справляться с ними так, что порой этого не замечают даже самые близкие его люди, его семья. Часто дети с расстройствами аутистического спектра не говорят совсем или говорят очень мало. Нам повезло. Родион говорит. Родион говорит все время. Родион часто говорит штампами или одно и то же по кругу. Но это действительно счастье, потому что он может мне сказать, холодно ему или жарко, хорошо ему или плохо. А самое главное, он может сказать, что у него болит, и я его пойму. Огромную роль в формировании нашего к нему отношения сыграл его лечащий врач. В самом-самом начале пути она сказала нам. Или вы отдаете его в обычный детский сад, в обычную группу, и дома будете относиться к нему наравне с другими вашими детьми, или я вам не гарантирую результат. Вам будет очень трудно, вы должны это пережить. Ну а если вы изолируете его и начнете жалеть, то никакого результата я вам не гарантирую. И нам тогда казалось это очень жестоким. В силу своих особенностей Родион не мог нам рассказать, что на самом деле происходит с ним в детском саду. Но мы интуитивно чувствовали, что ему совсем там дискомфортно, и садик приходилось менять. Мы поменяли три детских сада. В одном, например, работница силой заставляла его есть винегрет. Ну, мол, родители дома жалеют. А я читала в статье, что если убить страх нового, то аутизм совсем уйдет. Родион не ест винегрет. И навряд ли когда-нибудь будет. А это отличный пример того, как не стоит на себя примерять роль профессионально, если ты таким не являешься. Родители детей с особенностями в развитии умеют ценить самый-самый маленький прогресс своего ребенка. Мы его видим очень ярко. Именно потому, что большинство достижений обычных детей для их родителей как само собой разумеющиеся. А для нас это победа и счастье. Счастье говорить. Счастье уметь ходить. Счастье уметь ездить на велосипеде. И счастье общаться с другими людьми и детьми в песочнице. Ну а для родителей счастье спать по ночам. А еще мы очень рано понимаем одну самую-самую важную для нас истину. Единственное действительно ценное, что мы можем сделать для наших детей, это научить их по мере их возможностей жить самостоятельно. И я очень хочу, чтобы вы сейчас вдумались в эту фразу. Мы и наши дети, мы не просим жалости. Мы просто живем и понимаем, что однажды наш малыш вырастет и захочет жить самостоятельно. Настолько самостоятельно, насколько позволят его особенности или ограничения, насколько я его хорошо воспитаю и насколько готова будет его принять общество. Понять эту истину – первостепенная, но очень сложная задача. Родителям надо признать ситуацию самому или при помощи специалистов ее пережить, изменить свое отношение к ней, а иногда и к миру в целом. Перестать жалеть себя и перестать жалеть своего ребенка и жить. Людям вокруг я от всего сердца хочу пожелать принимать нас и нашего малыша таким, какой он есть. Не починить, не переделать, не заставить выздороветь. Просто любить и принимать. Ну а каждому особому ребенку я бы с удовольствием подарила понимание того, что он может быть любимым и счастливым. И что жалеть себя можно только до определенного предела. И многие вещи в жизни даются через боль и преодоление. Я вижу, как нелегко дается понимание этого всего родителям с особыми детьми и обществу в целом. И поэтому, когда пять лет назад я встретила единомышленников, таких же мам, как я сама, мы создали организацию, которая занимается помощью детям с ограниченными возможностями и их семьям. Мы хотим, чтобы эти семьи и общество сумели принять жизнь такой, какая она есть. И, конечно, в рамках нашей деятельности мы столкнулись с благотворительностью. И вы знаете, когда пять лет назад я впервые с этим столкнулась, я была уверена, что у меня все получится, потому что я-то знаю, как это работает. Я всегда была очень активной. Я знала, что такое волонтерство не понаслышке. И всегда, при каждом удобном случае, старалась всем и во всем помогать. И вдруг оказалось, что все не так однозначно и очевидно, и понятно. Вдруг оказалось, что иногда самая большая помощь — это просто быть рядом с человеком на всякий случай, но позволить ему делать самому, не мешать. Вдруг оказалось, что иногда гораздо важнее, чем сделать денежный перевод, помочь оформить документы. Благотворительность имеет свою цель утворить благо. И по мере взросления моего Родиона я поняла, что лично для меня благо — это не когда тебе все приносят на блюдечке с голубой каемочкой, а когда тебе помогают создавать условия, где ты можешь расти и достигать своих целей. И это очень важно. Так как же помочь, не мешая? Я помню, я видела однажды удивительного малыша в игровой комнате. Посередине комнаты стоял аниматор и показывал фокусы. Дети постарше и повыше столпились вокруг и смотрели фокусы, а мама малыша куда-то отлучилась на минутку, и он остался один стоять вне круга, очень грустный. Поборов первое желание расплакаться, он угляделся вокруг, увидел маленький стульчик. Это выглядело прекрасно. Он пыхтел, высунул язык, но он тащил этот стульчик к кругу. И вдруг одна девушка из круга обернулась. Она заметила малыша, поняла ситуацию, подошла к нему и, нежно улыбаясь, подхватила его на руки, подняла высоко-высоко, чтобы он увидел все, что там происходит. Но надо было видеть в этот момент лицо малыша. На нем было разочарование. Ведь в этот момент девушка малыша не спасла. Она лишь помогла ему утратить то, что он с таким трудом только что достиг. Но мы ведь все понимаем, что она хотела как лучше. Я для себя сделала вывод, что мы помощь можем только предлагать, мы никогда не можем ее навязывать. Вот стоит такой маленький двухлетний малыш, малыш, и он психует от того, что не может снять варежки. Или, например, не может достать конфету с высокой полки. И вот тогда мы можем прийти и спросить, тебе помочь? И это самый-самый сложный момент, потому что мы никогда наверняка не знаем, примет он помощь или нет. Если принял, помогаем. А если отказался, позволяем проявить свою самостоятельность. Этот очень простой бытовой пример обнажает для нас проблемы дающего и принимающего. Дающему так сложно отстоять границы своей самостоятельности и выбрать необидную форму для того, чтобы от помощи отказаться. А родителю, в данном случае помогающему, так сложно перестать контролировать, контроль отпустить. Но этот подход вдвойне важен для детей с особыми потребностями. Но и результат часто двойной, а иногда и тройной. Приведу еще один пример. Одна прекрасная организация решила подарить подарок малышам из нашей организации с детским церебральным проличом. И руководитель, с большой любовью выбирая подарок, выбрала, наконец, свое любимое лакомство — казинаки. Мы все с вами знаем, что казинаки не только вкусные, но еще и очень полезные. Но оказалось, что для детей с детским церебральным проличом очень сложно даются процессы глотания и желания. И на самом деле вышло так, как если бы мы ребенку, который передвигается при помощи мануального кресла, подарили бы скакалку, например. В общем, плохо получилось, плохо всем, руководитель очень расстроена. Дети подарок не получили, а мы, как посредник, принесли дурную весть. Но ведь она точно хотела как лучше. Или еще один пример. Группа волонтеров решила помочь молодежному центру для людей с аутизмом. Требовалась крупная сумма денег для того, чтобы оборудовать дневной центр. И правда, искренние, очень активные, добрые люди принялись помогать. Они организовали кампанию в средствах массовой информации. И написали большую статью. А в статье написали, что совершенно несчастные, раздавленные родители агрессивной молодежи с аутизмом хотят оборудовать дневной центр для того, чтобы получить хоть минуточку отдыха и покоя. Сумму собрали большую, но не всю. А заодно укрепили в обществе страшный стереотип о том, что все аутисты агрессивны, и все их родители глубоко несчастны. И взаимодействовать с ними точно никогда не стоит. Так как же отличить лжезаботу от настоящей заботы? Для меня, когда человек заботится по-настоящему, он никогда не обидится на твой отказ. А еще он всегда спросит, что нужно именно тебе. Он никогда не будет пытаться причинить мне добро и нанести любовь. И это тоже для меня очень важно. И опять возвращаемся к вопросу, как же все-таки заботиться. Авраам Линкольн даже сказал, мы никогда не поможем человеку, если будем делать за него то, что он может сделать сам. Я учусь заботиться каждый день. Я учусь заботиться сама. Я учусь заботу принимать. Учусь отказываться от помощи. И учусь принимать сама отказы. Мне кажется, что это дорога длиною в жизнь. Единственное, что я могу сказать совершенно точно, так это то, что без помощи и заботы людей, моих близких, я бы не смогла жить той полноценной жизнью, в которой я живу сейчас. И я никогда не перестану им быть за это благодарным. Возвращаясь к Родиону. Да, мои помощники тогда в начале пути не спрашивали у меня, как я хочу, чтобы мне помогли. А если бы это было сейчас, и они бы спросили, я бы сказала, что мне так важно, чтобы они пришли и приготовили вместо меня обед или отвезли старшую дочку в школу. А я бы в этот момент просто поспала. Я бы сказала, что я бы очень хотела, чтобы мои подружки продолжали приглашать меня в кафе и в кино с разговорами ни о чем, а не о Родионе и о жалости. Я бы сказала, что я очень хочу, чтобы наши друзья продолжали приглашать нас на детские дни рождения, не думая о том, будет комфортно нам и нашему Родиону, позволив решать нам самим. Я бы сказала, что я была бы им признательна просто за то, чтобы они были рядом, любили нас такими, какие мы есть, здесь и сейчас. Ну а кот в тот день вернулся домой сам, и мы прожили вместе с ним еще 9 долгих счастливых лет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...